В минувшие выходные в деревне Кукарина Лежневского района состоялись крупные соревнования для четвероногих. Чемпионат ЦФО по кинологическому спорту. Победители аджилити, вида спорта, основанного на парной работе человека и собаки, сразу попадают в финал чемпионата России. На трассе несколько барьеров, тоннелей и слалом. Собаке под руководством хозяина необходимо быстро и правильно преодолеть все препятствия. Среднее время дистанции 35 секунд. Можно научить любую собаку. Вид спорта не заточен под какие-то определенные собаки и достижения. Это можно заниматься просто для своего удовольствия и для удовольствия собаки. Потому что собакам нравится работать, им нравится бегать. Для них такая активность – это развлечение. Поэтому с любой собакой можно бегать. Главное, чтобы собаке нравилось. Главное ее не заставлять. Участвуют 85 спортивных пар в разных ростовых классах собак. Макси, Медиум, Миди и Той – самые маленькие псы. Представители разных пород по-разному проходят дистанцию. Лучше всего дрессоре поддаются быстрые и умные собаки – бордер-коли, шелти, терьеры, джек-расселы, парсоны, фоксы. Для того, чтобы подготовить собаку к хорошему выступлению, необходимо 2-3 года упорной работы. Настя – фитнес-инструктор. В свободное время увлекается аджелити. На соревнованиях с ней два цверкпинчера – феникс и виола. Я занимаюсь аджелити уже 8 лет. Изначально у меня была первая собака. Я занималась с ней года 3 и потом завела еще более активную породу. Первая собака была не очень активна. В жизни они очень активные, любознательные, подвижные. Все им интересно. Аня и шелти по кличке Норд выступают вместе уже второй год. Аня – ветврач. Пса взяла уже во взрослом возрасте. Два часа в день во время прогулок тренирует собаку преодолевать барьеры. Небольшая разминка перед стартом. Норд должен сосредоточиться. После удачного прохождения дистанции – лакомство. Собаку нужно поощрить. Первый выход на состязаниях ЦФО получился блестящим. Мы пробежали для нас великолепно. Конечно, можно где-то было получше что-то сделать, но он не так часто бегает чисто. Я была очень рада. Он бывает на соревнованиях, начинает творить что-то немыслимое. Как будто видит снаряд в первый раз в жизни. Такой характер у него интересный. Интересный характер у вельштерьера по кличке Раш. Хозяйка как может сдерживать суровый темперамент собаки. Раш – охотник, и ему важно не просто пройти дистанцию, но и погнаться за другими собаками. Собачка хорошо должна играть, собачка хорошо должна мотивироваться. И в принципе с любой собачкой можно работать. Любую собачку можно найти. За что она готова что-то сделать для вас. Некоторые собачки готовы сделать просто так. Мы очень любим Шелти. Очень любим. Он там бежит в Шелти, и мне очень надо ее догнать и желательно съесть. Победители и придеры в личных соревнованиях определяются по сумме штрафов за выступления на трассе Agility Start и Jumping. Чем ниже штраф, тем выше место в турнирной таблице. Собак победа не интересует, зато хозяева в полной мере ощущают дух борьбы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.